В Одессе ровно 16, как всегда в это время в прямом эфире седьмого новости. Меня зовут Максим Малынов. Здравствуйте. По состоянию на 13.00 в травмпункты с различными травмами обратились почти полсотни человек, 54. Семеро из них госпитализированы. На что касается многочисленных ДТП, то там пострадавших, к счастью, нет. Только механические повреждения у автомобилей. Ну а все это из-за сложных погодных условий, дождя и минусовой температуры. К слову, в период с 8 утра до 12 часов дня в Одессе зафиксировали три десятка аварий. Это вдвое больше, чем в обычный день. Четыре ДТП с участием маршруток произошли на поселке Котовского. Гололед в буквальном смысле сразил наповал как автомобили, так и людей. Дорожная обстановка в городе продолжает ухудшаться. К утренней гололедице добавился моросящий дождь. С учетом минусовой температуры, это условия повышенной опасности для водителей. Скользкая дорога, плохая видимость. Как результат, возросшее количество ДТП. С утра по городу с три десятка аварий, в том числе с участием общественного транспорта. Одно из ДТП на пересечении Семинарской проспекта Шевченко. Маршрутка въехала в «Лексус». Автомобиль «Лексуса» двигался со стороны улицы Семинарской, поворачивал налево на проспект Шевченко. Водитель автомобиля Богдан со стороны Семинарской тоже поворачивал направо на проспект Шевченко. Он меня не увидел просто. И продолжил движение, вывалился аж на крайнюю левую полосу. Ну и там уже я был. Авария без пострадавших, но на проспекте Шевченко растянулась изрядная пробка. Впрочем, такое затруднение движения по всему городу. Несмотря на гололедицу, дороги не посыпают. Водители в спешке вспоминают азы контраварийного вождения. Я не заметила, чтобы дороги посыпали песком. Слава Богу, что машины немножечко раскатали, вот этот лед, корочку. Но именно как пешеход я себя чувствую очень некомфортно. Даже в специальной обуви шаг может закончиться просто травмой. Не только для меня, но и для всех одесситов. На тротуарах тоже особо никто не старался посыпать. Дворников на улице не видно. А пешеходы поневоле втягиваются в секцию фигурного катания. Народ явно не в восторге. Как вам сегодня дороги? Скользко. Дороги не знаю, а тротуар скользкий. Более чем скользкий. Так что я считаю, что людям в возрастной категории следовало побыть дома в это время. Ну а молодежь, молодежь с зонтиком. Уход за дорогами и желает быть лучшим. Это однозначно. Так что, ну что говорить. Все мы хорошо знаем, что Одесса управляется определенной группой лиц, которые не соответствуют своей занимаемой должности, если говорить так. А ведь к вечеру погода станет еще хуже. По словам синоптиков, на Одессу идет метель с порывами ветра. Так что уроки выживания на ближайшие дни нам точно пригодятся. Сергей Бандур, Алексей Пережилин, Седьмой канал. Ну а чуть ли не самая плачевная ситуация сегодня на улице Петра Корнышевского. Там прямо посреди дороги уже несколько месяцев лежит куча асфальта. Люди вынуждены обходить их прямо по лужам и болоту. А сейчас еще и во льду местные предполагают, что асфальт этот соседней улицы Малиновского, где недавно ремонтировали дорогу. Моя коллега Анастасия Кожушка прямо сейчас находится на месте событий. Настя, скажи, пожалуйста, насколько сложно было добраться до этой улицы? И действительно ли это проблема для местных жителей, вот эта вот куча асфальта? Здравствуй, Максим. Здравствуйте, зрители. Сейчас мы находимся на улице Петра Корыжковского. Это бывшая Елена. Действительно, здесь несколько месяцев назад появились вот эти вот две огромные груды мусора. Это просто огромная грыба асфальта в перемешку со строительными отходами. Рядом со мной находится Ирина. Она вчера сняла это все на видео и выложила его в социальные сети. Хотела привлечь таким образом внимание к этой проблеме. Ирина, добрый день. Расскажите, почему вы решили так поступать? Ну, потому что здесь и так постоянное болото, лужи стоят до середины июня месяца, они практически не высыхают. Здесь нет освещения. И плюс ко всему, после того, как началась реконструкция улицы Малиновского, эти груды мусора просто привезены, были высыпаны. Их даже не расправили, даже ничего с ними не сделали. Машины это все вокруг объезжают. Здесь просто невозможно пройти ни с коляской, ни деткам в школу, ни деткам со школы. У меня двое деток. Одному три месяца, другой в шестом классе. И в школу отвратительно ходить, со школой отвратительно. А с коляской так это вообще подавно невозможно ходить. Это просто ужасно и отвратительно. Я не понимаю, куда смотрят власти и почему такое допускается. Когда улица центральная, ее видно, и они ее видят и делают. А которая улица рядышком, ее просто не видят. Мало того, даже гадят. Не только не видят. Спасибо, Ирина. Я напомню, мы находимся на улице Петра Корышковского. Это бывшая Елена. Здесь несколько месяцев назад появились вот эти огромные груды мусора. Подробнее об этом смотрите в шестичасовом выпуске новостей. Пока у меня все. Максим. Да, Настя, спасибо за работу. Я желаю тебе хорошо добраться до офиса, учитывая сегодняшние сложные погодные условия. Ну а Одессу вот-вот накроет метель. Синоптики прогнозируют еще большее ухудшение погоды уже к вечеру. И рекомендуют людям не выходить из дома без особой необходимости. К сожалению, такое положение вещей мы сохраняем до конца дня в виде гололеда. И к ночи, так как фронт продолжает на нас оказывать свое влияние, и при этом начинает понижаться температура, осадки будут переходить в снег, усиливаться ветер, возможно, начнется метель, и при этом, конечно, будет сохраняться у нас гололедица и гололед на проводах. Ну а всему виной южный циклон, центр которого сейчас находится над Италией. Сейчас штормовое предупреждение объявлено из-за гололеда. Но уже ближе к вечеру должен значительно усилиться ветер. На 9-10 уже февраля мы ожидаем прекращения осадков, но при этом температура будет все равно низкая. Таять это все не будет. И ветер еще мы сохраняем штормовой на 9-е число. 10-го уже будет некоторое ослабление по ветру, уже будет достаточно хорошая, но морозная погода. И 11-го, 12-го ожидаем местами небольшой снег при достаточно низких температурах воздуха. Ну а из-за тумана сегодня утром в Одессе в аэропорту не смог приземлиться один рейс из Стамбула. Как сообщили нашему корреспонденту, около часа он кружил над городом Черноморск. Его отменили. Как и обратный рейс из Одессы в Стамбул. Еще два самолета из Жулян прибыли сегодня с опозданием. И к другим темам. Новый центр оказания админуслуг открылся в Киевской райадминистрации. В церемонии запуска принял участие глава Одесской области Максим Степанов. Какие документы можно оформлять в новом центре, смотрите далее в сюжете. Руководство города и области открывают центр оказания админуслуг, который обустроили в Киевской райадминистрации. Будут предоставляться все услуги, связанные с регистрацией и снятием с регистрации места проживания граждан, а также вклейка фото в паспорта в форме книжек и выдача паспортов граждан Украины в виде ID-карт. Сегодня свои первые паспорта получают несколько ребят, которым недавно исполнилось 16. Владимир прошел процедуру оформления паспорта в виде ID-карты. Потому что он удобнее, проходил там процедуры, электронная подпись и снятие отпечатка пальцев. Ну, примерно это все заняло минут 40. По словам главы обл. администрации Максима Степанова, в этом году планируется открытие еще нескольких центров админуслуг в области. У нас на сегодняшний день в целом по области, включая города, 35 центров. В прошлом году был открыт один центр. В этом году то, что было в планах, было два центра, но я уверен, что я эти планы откорректирую в увеличении. Они, может быть, в каких-то небольших центрах должны быть не такие большие, в зависимости от количества людей, которые там каждодневно пользуются этими услугами. Но это те задачи, которые поставлены и президентом, и правительством. Максимальная доступность. Доступность, открытость и комфортность в получении услуг. Параллельно будет работать и центр оказания админуслуг на проспекте Шевченко. Правда, там перечень услуг может поменяться. Александр Полуев, Андрей Кульба, Седьмой канал. А в Одессе заочно арестовали крымские буровые вышки. Приморский районный суд наложил арест на четыре плавучие установки, захваченные Россией во время аннексии полуострова. Обращение в суд поступило 26 января от отделения национальной полиции в Автономной республике Крым. В результате так называемой аннексии Автономной республики Крым, они захвачены Российской Федерацией. Ведется судовое расследование по факту незаконного завладения майном Украины, которое проводит Главное управление национальной полиции в Автономной республике Крым в городе Севастополь, которое находится в Приморском районе, в городе Одессы. Я напомню, что в Черном море, в 65 километрах от Одессы, обстреляли самолет военно-морских сил Украины Ан-26. Огонь и стрелковое оружие вели с буровых вышек, захваченных Российской Федерацией. На борту находились пять человек, никто из экипажа, к счастью, не пострадал. Лебеди в беде. Одесское море замерзло, вместе с ними водоплавающие птицы. Белые лебеди остались без еды в ледяной воде и без помощи людей могут не пережить эту зиму. Специализированные службы, которые спасают птиц в Одессе, пока не существуют, но помочь птицам справиться с морозами могут обычные люди. Как именно? Знает моя коллега Юлия Федорова. Есть лебеди, которые, можно сказать, терпят бедствие, потому что холодно и добывать корм им очень тяжело. И птицы бывают дезориентированы, и они могут гибнуть от голода. Ежедневно в зоопарк поступают звонки от одесситов с просьбой спасти птиц, застрявших на ледяной воде. Но места, где могут принимать и лечить пострадавших животных, здесь нет. Директор зоопарка Игорь Беляков говорит, лебеди хорошо переносят холод. Перья и фижира у них столько, что производители пуховиков позавидуют. Главное, чтобы птицы были сыты. Нам кажется, что они погибли от холода, но на самом деле они гибнут от голода, потому что сытая птица не замерзает. Поэтому, если мы видим, что такие прекрасные птицы, как лебеди, терпят бедствие, надо обеспечить возможность их кормления. Явные признаки повреждения лебедя – выдранные перья, кровь, оттопыренное крыло. Если у птицы нет видимых травм, то лучше ее не беспокоить, а просто накормить. Но тоже с осторожностью. На первый взгляд, безобидный хлеб нарушает микрофлору желудочно-кишечного тракта, работу почек и обмен веществ. Можно кормить кукурузой. Желательно, чтобы она была размочена. И можно какими-то комбикормами, гранулированными кормами. Можно, если они выходят на берег, то на берегу можно давать и овес, и пшеницу. Если мы сможем на вот это холодное, голодное время обеспечить этих птиц достаточным количеством корма, то они выживут. Если вам все же удастся вытащить лебедя из ледяного капкана, птицу можно отвезти на паромную переправу у Сухого лимана по дороге из Одессы в Черноморск. На сегодняшний день это единственное место в наших краях, где водоплавающие могут благополучно перезимовать. Лед здесь пробивают специальными устройствами, а птиц регулярно подкармливают местные жители. Юлия Федорова, Зинаида Шварц, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. И на этом с новостями у нас пока все. Если у вас есть возможность сегодня не выходить из дому, постарайтесь ею воспользоваться. На улице действительно очень скользко и опасно, особенно это касается пожилых людей. Берегите себя и своих близких, желая всем нам без потерь пережить эти сложные погодные условия сегодня. Следующий блок новостей в 6 вечера. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова